Вы разрешаете участникам следственного действия войти в ваше жилище? Пожалуйста, заходим. Культурный с виду чрезмерно жестокий внутри. Это могла бы быть история про очередного доктора Джекила и мистера Хайда, если бы не одно «но». Эту ночь с 8 на 9 мая 70-летний обвиняемый прекрасно помнил до мельчайших деталей и действовал осознанно и расчетливо. Лезвие было вниз, конечно, потому что самая ручка так сделана, чтобы лезвие было внизу. Это днофть фабричный, столовый. Дальше что происходило? Она захрипела, стала сползать сюда вот. И пусть ножом ународовал уже не первый раз, спокойствие и рассудительность, с которыми мужчина совершил это убийство, следователей впечатлили. Во время эксперимента пожилой душегуб рассказывал все в мельчайших деталях. Как крепко повздорили с гражданской женой, как медленно вскипала в нем ярость. Мотив для ссоры 70-летних сожителей оказался весьма пикантным. У нас зашел разговор, ну, такой, типа, ну, сексуальности. Она стала для меня в смысле говорить, ты не несостоявшийся. Тебе 70 лет, а ты уже несостоявшийся, как мужчина. Вот. Вот, если уже там под 90 лет мужчина, и то они в состоянии. Дальше все происходило с пугающей предсказуемостью и жестокостью. Уже потерявшую сознание жертвы обвиняемый добивал с азартом мясника, прямо в промежность. А потом просто лег спать возле трупа. Утром сходил за водкой, опохмелился и вызвал полицию. Что делать в таких случаях, он уже знал. Указанный мужчина ранее привлекался дважды по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации за причинение тяжкого вреда здоровью. На допросах он вел себя адекватно, вину свою содеянным он признал и раскаялся. Однако соседями по месту жительства он характеризуется отрицательно, как человек, употребляющий спиртные напитки, конфликтующий и проявляющий агрессию. По статье убийства мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Учитывая рецидив, возраст и предыдущие сроки, эта ходка вполне может стать для него последней. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».